10 призывников из Ярославской области пополнят состав президентского полка. Уже сегодня ночью они отправятся в Москву для того, чтобы целый год прослужить в одном из самых элитных подразделений российской армии. Все эти ребята уже в среду утром будут завтракать в Кремле. Ночью у них поезд до столицы, где начнется срочная служба. У всех безупречная репутация, отличное физическое и психическое здоровье, нет проблем с законом. Проводить в армию молодых людей, которые станут лицом региона в Москве, пришли родные и близкие. Прежде всего просто переживаю, как отец, а так в душе, как бывший тоже солдат, гордый отчасти. Надеюсь, что у него там все получится. Примерно одного роста, веса и телосложения. Антропометрические данные здесь один из самых главных критериев. Чтобы ребятам попасть в президентский полк, строгой проверке подвергли и родители новобранцев. Нужны были документы, копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке, копии документов об образовании и все пожалуй. А для чего это нужно? Для того, чтобы пройти отбор. Короткий митинг, где призывников напутствуют ветераны и наставляют священнослужители и совсем немного времени, чтобы пообщаться с близкими. Всем своим видом ярославские парни показывают готовность служить. Из Ярославской области в президентский полк вчерашних юнцов призывают ежегодно. Теперь этих ребят, друзья и родные смогут увидеть в качестве сопровождающих службы охраны и караулов, в том числе и на торжественных мероприятиях. Из года в год отправляем примерно одно и то же количество. Цифра колеблется от 10 до 15 человек. Ребята лучшие из лучших собираются. Всего с 1 октября по 31 декабря вооруженные силы Российской Федерации должны пополнить порядка тысяч ярославцев. В городах и районах региона вот уже полтора месяца работает 25 призывных комиссий. Андрей Децель, Денис Лосев. День в событиях.